В последний раз, опомни старый мир, на братский пир труда и мира, в последний раз на светлый братский пир, сзывает Российская Федерация, извините, что не в рифму. Если бы после каждого сознательного вранья у российских чиновников хотя бы на пару сантиметров увеличивался нос, ни одной целой высоковольтной вышки на всю страну бы не осталось. Мы рассказываем вам об этом, ну, просто потому, что это надо знать. Рога троллейбуса казались бы детской шалостью, ну, хотя бы потому, что жизнь в стране сомнительных многоходовочек приучила тысячи людей врать всегда, даже по мелочам. Чистые сюры, параллельная реальность, что уж там. Вот вам простой пример. Суровый дядька в форме, да с погонами дает всем прикурить. Мол, нечего буржуи продажные на Россиюшку клеветать. Вот вам слово офицера. Никаких кассетных бомб в Сирии нет. Относительно предположений по кассетным бомбам, российская авиация их не применяет. Выкусили гамбургеры ходячие. Вот у кого нужно чести учиться. Сказал нет, значит нет. Такие еще доказательства нужны. Слово офицера российского. Это вам не как либо что. Потому что таких боеприпасов на нашей базе в Сирии нет. И все бы хорошо, да тут заказик из Кремля пришел срочный. Шойгу в Сирию рвануть решил. Надо бы репортажи срочно замутить, да покрасивше, чтобы бравые летчики, самолеты во всей красе. Добро пожаловать, добро пожаловать. Очень рад вас. Ну а дальше получилась классика чистой воды. Это когда хочешь прогнуться, ну чтобы хозяин обязательно заметил, но от излишних стараний набиваешь лоб. Вот этот, казалось бы, ничем не примечательный кадр из сюжета чудесного канала Russia Today за считанные часы облетел всю планету. Обратите внимание на маркировочку. Тот самый случай, когда всего три совсем не веселых буквы выводят на чистую воду кремлевских лыжецов. Для тех, кто не знает, РБК – разовые бомбовые кассеты. А вот там видим уточнение. Конкретно в этом случае речь идет о зажигательных кассетных бомбах. РБК-500, ЗАП-2,5, зажигательная кассетная. Почему это страшно? Есть даже конвенция о их неприменении? Да все потому, что в воздухе эта адская машина распадается на сотни мелких бомб. Они разлетаются на большие площади и выжигают территорию под ноль. Что нам там рассказывали? Сестричка Сирия. Сестричка моя. Твой русский брат защитит себя. Нападение на Сирию, нападение на Россию. Сотни жителей вышли на улицы с лозунгами «Спасибо, Россия! Спасибо, Путин!» И самое время вспомнить бравого правдоруба в форме. Что он там нам про кассетные бомбы говорил? Относительно предположений про кассетным бомбам Российская авиация их не применяет. Потому что таких боеприпасов на нашей базе в Сирии нет. И вот в таких циничных примерах вся суть современной путинской России. Правда, практика показывает, что признавать очевидное там не принято. Да и зачем? Если вы все врете, это железный и универсальный аргумент. Все это и есть вот та самая информационная атака, та самая информационная война, о которой мы столько раз слышали и которой, видимо, кто-то неплохо подготовился. Так что, ждем привычных нелепых отмазок из серии «Да какие это кассетные бомбы!» Обычные себе бочонки с пивасом. А маркировка? А это правосеки ночью пробрались и маркером написали. Внутренняя аудитория воспринимает только общую картинку «Ура, победа! Наша авиация громит врага!» Любая абсурдная версия, которая будет выдвинута российским телевидением или российской системой пропаганды, она будет принята за чистую монету и они свято в нее поверят. Но вот вопрос, почему в самой духовной России такие позорные истории не то чтобы скандалами, а даже предметами обсуждения они становятся? Видимо, все дело в том, что там, похоже, настолько привыкли к смене методичек, что уже ничему не удивляются. Главным событием недели, несомненно, стал 20-й Петербургский Международный экономический форум. В этом году форум был как-то особенно богат на емкие цитаты. Вот и на этой неделе привычные замки из песка рушились одним легким ударом ноги. Причем, что характерно, в роли терминатора неожиданно оказался сам царь-батюшка. Судить об этом можно хотя бы по тому, какие вопросы прозвучали и как отвечал на них Путин. Слушая Путина, рядовым россиянам хотелось закрыть уши и громко говорить бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну а как иначе? Ну все же знают, что ОБСЕшники – это натовцы, переодетые, шпионы бендеровские. По телевизору постоянно об этом говорили. Работа ОБСЕ на Украине в последнее время подрывает доверие к миссии. Все усилия международных экспертов направлены на поддержку только одной стороны конфликта, а именно киевских властей. А тут государь надежа зраду-зрадную топит. Мол, мы совсем не против, чтобы ОБСЕ оружие выдали. Согласен с Петром Алексеевичем Порошенко по поводу того, что нужно усилить миссию ОБСЕ вплоть до того, что позволить наблюдателям миссию ОБСЕ иметь при себе стрелковое оружие. Да как же ж так, кормилец, возмущались зрители у экрана. Ведь только живот видные эксперты волосья на груди рвали, обещая, что никакого оружия у международных наблюдателей не будет. Это мониторинговая миссия в Донбассе. В нашем понимании это не полицейская миссия. Если наблюдателям выдадут оружие только для того, чтобы они могли с вами застрелиться. Вы что это, родимые, против президента поперли? Совсем берега попутали? Царю перечить вздумали? Срочно каждому на дом казачий отряд. Благодари за великую Россию царя! На колени! Благодари! Россияне у телевизоров то и дело хватались за сердце. Корвалол лился рекой, да все мимо стакана. Так сильно дрожали от негодования руки. Есть только одна страна, сказал Владимир Путин, которая никак от них не страдает, это Соединенные Штаты. Вообще наплевать им на эти санкции, потому что они, последствия наших ответных действий, они на них никак не отражают. Слышала Машка, на пиндосов-то вроде санкции наши не действуют. Да нет, не хохлы говорят, Путин говорит. Вообще наплевать им на эти санкции. И глядя на все это, было стойкое ощущение, что окрошку с сывороткой правды на этой неделе лопал не только Плотницкий. Америка великая держава. Ну, сегодня, наверное, супер, единственная супердержава. Не понял? Он сказал, США? Боксбани, недоделанный, единственная сверхдержава? Не мог царь такого сказать. Монтаж! Эрдоган аниматора похожего нашел, чтобы Россию унизить. Точно вам говорю. Единственная супердержава. В тот день в одной духовной стране тысячам людей снились кошмары, а сквозь сон-то и дело слышались всхлипы. Но ведь госдолг! Но ведь ракетные двигатели у нас покупают! А еще снился Дзюба! Эх, ну почему Путин так редко ест окрошку? Но уже к утру настроение резко пошло вверх. Ну, просто потому что Киселев и компания отлично знают рецептики чудодействия, чтобы народ русский взбодрить. В последний раз опомни старый мир на братский пир труда и мира, в последний раз нас светлый братский пир сзывает Российская Федерация. Извините, что не в рифму. Значит так, георопейцы, даем вам последний китайский шанс, причем без всякой образности. Либо вы санкции свои позорные отменяете, либо Россия прям вот завтра на восток развернется и потом хоть каждый день на коленках приползайте до опощады молите. Если вы не закончите ваши санкционные игры в песочнице, то мы можем окончательно повернуться на восток и начать строить новую, ну даже не экономику, а новую цивилизацию, в которой Европа окажется уже не в центре, а на периферии. Здесь, конечно, стоит напомнить, что санкциям уже как бы два года и что мешало России за это время развернуться на восток остается загадкой. Хотя, глядя на то, как легко тому же Китаю Россия отдает и земли, и природные ресурсы, наверное, мы все же не правы. Москва таки развернулась на восток, вот только явно не передом. Перепутал ключевое слово. Не пойдем, а приду. Или уже пришли, скорее всего. Перевели штабы, оперативные штабы китайской армии на север к российской границе. И сейчас все учения китайской армии проходят на самых северных полигонах, то есть практически вдоль границы Российской Федерации. Вот кто строит империю, вопрос. А ведь денежки из Китая тоже рано или поздно придется отдавать. Но это не беда. У мудрых кремлевских правителей на все случаи жизни есть отличный план. В селе Наровчатка Агаповского района бизнесмен Сиран Варагян заложил в банке целое село вместе с людьми. Агапка? Ну, ешки-матрешки, вернется Кузя из универа, а домик-то уже тю-тю банковский. Заложил в банке целое село вместе с людьми. С другой стороны, вы только представьте себе, какие перспективы открываются. Да хоть с тем же Китаем. Сроки поджимают, а цитируя классика российского Кабмина. Просто денег нет. Но не моргнув и глазом набираешь номер банка. Алло, банк, вы кредиты под залог Хабаровска вы даете? Не, ну а чё? Если под Агаповкой можно, то с Хабаровском почему нельзя? Там племали на человека всегда. Когда в России людей считали за людей, то есть этого не было никогда. Всегда поклонялись председателю обкома, красному директору, начальнику ХАИ, всё остальное, это шлуха. То есть, ну права человека в России, это вообще смешно об этом говорить. Тем более, что и местные жители при таком раскладе без крыши над головой не останутся. До 2018 года можно будет в вагонах старых перекантоваться. Как раз гости заграничные приедут, а полочки уже обжиты. В РЖД предложили размещать болельщиков чемпионата мира 2018 в вагонах. И неча буржуи носом воротить, когда деды на Берлин шли и такого не было. В общем, ждём всех в гости. Места 37 и 38 уже доступны на официальном сайте чемпионата. Главное, это стадионы достроить. Алё, бан? А если мы к Хабаровску Нижний Тагил докинем, сможете кредитный лимит поднять? Субтитры создавал DimaTorzok